Всем привет, я Алексей Загребельный, вы находитесь на моем канале и вы наверняка не могли не заметить заставку компании Верми, которая появилась в начале этого выпуска. Кто это такие, почему эта заставка находится сегодня на моем выпуске, я объясню чуть позже. Сейчас небольшая предыстория. В 2014 году, в начале октября, я приобрел свою первую драгоценную орхидею, это был анектахилус, приобретался он у Архипова через магазин Дом Фиалкина в Новокузнецкой. Я поместил анектахилус сразу в жаркую влажную тепличку, сделанную из икеевского ящика. И как у большинства растений подобного рода, грунт у нее был сразу тот, который я применяю у себя во флорариумах. То есть я всегда тестирую растения на предмет их пригодности к содержанию внутри садов бутылки. Именно садов бутылки, это мое самое любимое направление среди всех флорариумов. Вот, посуществовала она до февраля 2015 года в таких, зарекомендовался очень замечательно. Она росла, у нее не отгнили корни, хотя грунт там был постоянно влажный, мокрый. Вот, на жаре она там не обесцветилась, не загнулась, то есть все было с ней пучком. И я решил, ну, сделаю я такую бутылку себе, именно с декоцинами орхидеями. Уже у Владимира Маркина я приобрел кучу еще дополнительных орхидей, тоже аноктахилусов, две гудиеры еще там было. Одна гудиера не попала во флорариум, потому что она начала гнить буквально там чуть ли не на второй и третий день, еще на карантине, вот, поэтому она отправлена была на переукоренение. Остальные я высадил и создал вот такой вот сад в бутылке. Очень красивый, мне шикарно понравился, это бутылка итальянского производства. Единственное, что у нее минус был, это подкрашенное стекло, то есть оно сероватого цвета на самом деле, вот что затрудняло пропуск света, соответственно, для декоцинных орхидей еще было ничего, потому что они эти невыносливые. Вот, а другие бы какие-нибудь растения, там, прихотливые, боль прихотливые, то им было бы уже, конечно, там, не ахало. Вот, то есть в феврале 2015-го стартовал этот флорариум. Ну, сперва я совершил ошибку, я посадил внутрь флорариума аквариумное растение Людвиги. Она очень сильно там разрослась, заняла много площади и начала посягать уже на сами растения, то есть на драгоценные орхидеи, затенять их, ползти по их степлям вверх, и мне пришлось ее выполоть. И с аквариумными мемхами, которые я настриг на поверхность грунта, попал маленький крохотульный кусочек трехоснельного щитолистника. На тот момент я его просто не заметил, и он еще долго не появлялся, то есть он там адаптировался пока, там, приживался, видать. Я на тот момент боролся с нелегальными папоротниками, которые, споры которых там попали, то ли со сфагнумом, то ли с кусками коры. Вот, но в итоге то там выпал лишь его, он все равно появляется через какое-то время, то там его опять выкорчевываешь, он опять там появляется, в общем, с ними заманался, просто вот реально, то есть ты его вытаскиваешь, в ходе этого еще бывает пачкается стекло у флорариума, ты его начинаешь промывать, очищать, простите. Вот, в итоге это излишки воды попадают, нежелательные, потому что перелив таких флорариумов, садов бутылки, это очень критично. Вот, и получилась очень неприятная ситуация, когда после очередной там прополки, я проветрить открыл бутылку, оставил ее на несколько дней. Оставил ее под светильником, вот под этим самым. Это светильник, который раньше у меня стоял на аквариуме берег, и потом освещал репариум берег с дефимбархими. То есть, здесь пять ламп с патронным миньон, и стояли шестиваттные лампочки. Вот, собственно говоря, одна тут уже еще пока установлена. Вот, для освещения бутылок это было достаточно, и я не посмотрел на этот светильник снизу. А снизу у него, не помню под каким конкретно плафоном из этих пяти, ну, в общем, на лампочке покажу. Вот здесь вот, значит, между лампой и плафоном была тонкая паутина, прямо такой слой паутины с паутиным клещом. То есть, там был мегаполис этого паутиного клеща. Ну, и, видать, пока бутылка стояла, открытое проветривалось со светильника, попала эта бяка внутрь. То, что говорят, там, паутиный клещ не живет при высокой влажности, ребят, ну, это смешно. Паутиный клещ живет при высокой влажности. Вот, не могу сказать, что он себя там шикарно чувствует, но он размножается, и он кушает растения. Вот, в странах Азии высокая влажность воздуха, вот, оттуда приходит обычно, допустим, там, орхидеи, к примеру, и прочие там комнатные растения экзотические, с ними приходит паутиный клещ. Если в Азии влажность высокая, и это было сдерживающим фактором для этого клеща, то в наших московских квартирах, особенно зимой, это просто, там, не знаю, взрыв на фабрике, просто макароны, они настолько сильно начинают там размножаться, ну, в общем, короче, бутылочку я закрыл, вот, и весь флорариум, то есть он стоял у меня под светильником, вместе со светильником я накрыл пленкой, потому что родился ребенок, и в комнате делался ремонт. И вот так вот, накрытый на столе, он у нас стоял. Ремонт длился долго, прилично по времени, сколько там, месяца два, это точно. За это время трехраздельный щитолистник заполонил всю бутылку изнутри, просто всю. Он покрыл все дно, полез по стенкам, полез по стеблям драгоценки, всю ее затенил, добрался до пробки бутылки, плюс его жрал клещ, клещ жрал и драгоценки. У щитолистника есть очень неприятная особенность, он конденсирует на своих листьях воду, и вода капала на поврежденной клещом листья драгоценки. Естественно, это все начало гнить. Когда я поднял пленку и увидел это все безобразием, то мне пришлось, во-первых, выпалывать щитолистник, но настолько он крепко сцепился с драгоценками, а драгоценки были на тот момент очень сильно повреждены, что мне пришлось выпалывать оттуда все. То есть, все из бутылки я выпаловал. Фууууу, выпалывать-то я выпаловал, и начеренковал, слезал гнилушки, обработал фунгицидом, начеренковал, и посадил кошечки и убрал в теплицу. А в этой теплице уже существовали драгоценные орхидеи, которые появились чуть позже, те, которые посажены были в бутылку, и там пошла какая-то бяка. Коллекционеры драгоценных знают, есть вот эти вот эпидемии, когда начинаются, когда тебе ни фундазол, ни прочие фунгициды вообще никогда в жизни не помогут, у тебя просто все гниет сплошняком, и бедолаги, вытащенные из сада в бутылке, коим мы, в принципе, было до вот этого щитолестника, и крещаем, было там шикардосно, то есть они очень красиво росли. Им не повезло, то есть они попали на начало вот этой вот всей проблемы, всей этой беды, и в конечном итоге вместе с тепличными орхидеями сгнили. Ну, не все, там некоторые выжили, были пересажены в другие теплицы, я подобрал уже после там способ сдерживания, по крайней мере, то есть не устранение, конечно, болячки, но и сдерживание. Но дело не в этом, дело в том, что на тот момент, когда флоралиум был расформирован, появилась группа, группа из любителей орхидей, и группа из считающих себя специалистами в области флоралиума, которые начали писать, что вот этот проект весь был лажа, вот он был обман, он был создан ради красивой картинки, что на самом деле орхидеи во флоралиуме в садах бутылки не живут, вот, и что я обманывал народ, а особенно сейчас такая ситуация обострилась, когда я заикнулся в переписке, что в 2020 году, в начале года, выйдет онлайн-курс касаемый флоралиумов, и туда будет включен мастер-класс по созданию флоралиума с длигоценными орхидеями. Народ просто там, как будто кипятком по задницам ошпарили, просто там все с цепи сорвались, как начали писать, да вот ты всех обманываешь, какую-то там отмазу нелепую придумал в 2015 году, что у тебя там якобы это все сгнило, на самом деле сгнило не поэтому, потому что на самом деле это все не живет. Народ в итоге предложил спор. Предметом спора, с моей стороны, будет вся моя коллекция многоценных орхидей. То есть мне предлагают высадить в сад бутылки не ту группу, что я запланировал там изначально, то есть у меня есть 20 одинаковых, ну и почти одинаковых макодосов-сандерианусов, и на основе их я хотел создать один флоралиум на рабочий стол. Вот, но поскольку мне предлагают всю коллекцию, всю свою коллекцию, поместить в сад бутылки, то придется запустить два флоралиума. Поскольку большинство из них убеждены, что такой флоралиум не просуществует и года, то время на вот этот спор отводится ровно один год с момента создания запуска флоралиума. Мы долго обсуждали условия. Я тут повыписывал часть основных параметров. Итак, если флоралиум продержится один лот, то эти господа обязуются со своей стороны купить онлайн-курс флоралиум за его полную стоимость, без скидки. Перестанут критиковать мои работы, собственно говоря, и сам курс, и будут его рекомендовать своим знакомым. Ну, насчет последнего не знаю, но за первым я точно прослежу. Прослежу, господа, потому что я скриншоты ваших обещаний у себя сохранил. Так что, если по итогу года я выиграю этот спор, я прослежу за тем, чтобы вы сдержали свои обещания. В этом случае ваши имена будут опубликованы. Если растения не продержатся один год, то я теряю всю свою коллекцию трикозыных орхидей. Это больше 30 тысяч рублей, по крайней мере, на данный момент. А что я имею право? Я имею право самостоятельно выбрать бутылку для посадки. Это вот такие 23-литровые бутыли итальянского производства. Выполнены они из стекла POPTI-WIDE. То есть, у них максимально допустимая прозрачность стекла. То есть, искажение спектра минимальное, поглощение спектра минимальное. То есть, на самом деле, очень хорошие бутыли. Вот эти, конечно, надо отмыть. Вот они у меня старые, уже давным-давно чем-то там органикой какой-то обросли. Значит, бутыль высоту до высоты горноларина от 1 это где-то 55 сантиметров. Диаметр ее, ну, почти 28 сантиметров. В таком вот вертикальном положении растения внутрь бутылки все не уместятся. Даже в две бутылки вся моя коллекция драгоценок она просто не поместится. Поэтому размещаться будет эта бутылка вот так вот, горизонтально. То есть, мы имеем 28 сантиметров высоты. Необходимо учесть, что еще часть высоты съест дренаж, часть высоты съест грунт. И вот, что останется, то останется. Для Макодоса Сандериануса этого достаточно. Вот. Ну, кроме цветоносов, цветоносы будут упираться всегда у всех драгоценок, потому что они длиннее, чем стебли. Вот. А вот для стеблей этого достаточно будет. В другом флорариуме такая шутка не пройдет, потому что есть энакторхилусы, которые вырастают 15 сантиметров в высоту. То есть, если с 28 выйти 13, 15, да, то останется не так уж много. То есть, если, допустим, перемахнет высота за 20 сантиметров, то все. То все, макушки начнут гнить, а, соответственно, растения сгниют. Там не запрещено гниющее растение удалять из бутылки. То есть, это по итогам спора. То есть, если растение погибло, то все погибло уж, извините. А дальше компост пускай сам переваривается. И так далее. То есть, я могу максимум, что это, проветрить дополнительно бутылку, чтобы часть влаги ушла. И все. Забегая немножко вперед, то есть, если у растения отсох листик, я могу открыть бутылку и, собственно говоря, листик удалить. Если у растения начнет гнить резома, то есть, ее степель, то я не имею розовым счетом никакого права удалять это растение из флорами. То есть, если оно начнет гнить, оно там сгниет. В общем, поехали. Я имею право использовать тот рецепт грунта, который я посчитаю нужным. Дело в том, что изначально, когда я создал тот сад бутылки с драгоценными орхидеями, часть из вот этих вот людей, которые участвуют в споре, пытались выведать, что я использую за рецептуру себя. Я тогда ее оставил в секрете. Это был 12-компонентный грунт. Но народ долго еще не унимался. Потом пленуло на это. Сейчас вот как раз, когда возникло опять ажиотаж вахуха, уже мастер-класса. Народ опять попытался, что ты нам скажи, в какой грунт посадишь, а мы тебе скажем, выживет оно или нет. Ну, ребят, такая шутка, не прокатит со мной. Итак, за основу грунта будет взят вермигрунт производства компании Вермикафе, которую мне предоставил президент компании Геннадий Мулярчик. Четвертый пункт. Я имею право использовать осветительное оборудование по собственному выбору. И вот тут опять же Геннадий предложил использовать их светильники Верми Лайт. Тоже производство компании Верми Кафе. Буквально уже через день после предложения Геннадия у меня на руках были два вот таких светильничка. Это опять же Верми Лайт, ребята. Вот так вот он выглядит. В нем две линейки тоненьких светодиодных. Так, с этой стороны снимаем. Вот такие вот шикарненькие планочки аккуратненькие. Значит, мощность каждой планки 15 ватт. Ну, Геннадий сказал, что на самом деле 13. Вот есть такие вот ушки подкрепления. Значит, он рекомендовал размещать с линейки таким образом, чтобы они перпендикулярно смотрели на поверхность бутылки. То есть, бутылка круглая, сами представляете, на такой барабан. Вот. То есть, и, соответственно, это надо на какую-то планку изогнутую крепить, чтобы они вот так вот где-то вот так смотрели. На расстоянии не меньше 15 сантиметров друг от друга. То есть, вот так вот получается расположить их, чтобы они перпендикулярно смотрели на поверхность бутылки. Вот. Значит, это фитолампа. То есть, это фитосветитель. Надеюсь, что шикардосно. Надеюсь, что в бутылках благоценка будет лучше, чем сейчас в теплицах. И относительно длинный, кстати говоря, проводок идет. Обе линейки подключены на один блок питания сразу. что очень и очень удобно. Вот. Насчет подставки под бутылку надо будет думать. Есть задумки насчет выполнить там из каких-то деревяшек. Вот. Но светильники-то тоже надо куда-то крепить. Это нужно какой-то крепеж, который будет идти непосредственно от подставки. Соответственно, то есть здесь на самом деле к вот этим светильникам идут еще ножки. Но размер бутылки такой, что ножки бы мешались. Их приходилось бы по диагонали ставить, что в общем-то некрасиво. Хотелось бы все-таки именно что угол 90 градусов поверхности соблюдать. Поэтому скорее всего сделаю из ПВХ труб. Вот. Хоть мне в общем-то это не очень хочется. по крайней мере их можно хорошо склеить крепко. Нижнюю часть светильника изнутри зацементировать, чтобы она была тяжелой, чтобы она не переворачивалась, чтобы она была более устойчивой. А от них пустить изогнутые две ПВХ трубы, на которые прикрепить ушками на саморезы вот эти два светильника. Вот. Ну даже скорее всего даже не напрямую к этим трубам, а скорее всего к трубам будет еще подвес, какая-нибудь планочка изогнутая, одна, вторая, и уже к планкам будут прикреплены светильники. Почему подвешены? Потому что высота, например, снизу если ставить упоры с двух сторон, то бутылку надо будет снимать с этих упоров для работы. Берешь, снимаешь, чтобы она не получилась замурованной внутри этого светильника и не снять ничего с ней не сделать. Поэтому подвесы 10 сантиметров от поверхности получается где-то так рекомендовала. Соответственно, что когда снимаешь, чтобы можно было приподнять эти светильники, снять бутылку, понести или, не знаю, на какую-нибудь другую подставку, времянку поставить и с ней работать, чистить и так далее. Либо проводить эти работы, конечно, здесь. Но, опять же, для выставки Геннадию понадобится бутылка, как я ее вот так вот сниму. Если только вместе со светильником, а из ПВХ труб, они, не скажу, что красивыми будут. То есть, это придется, во-первых, монстряющий из ПВХ труб, они у нас, как правило, темно-серого цвета, за рубежом есть другие калории, включая белые, а у нас белые, это металлопластиковые трубы, с которыми, мне, честно скажу, не хочется никакого отношения иметь. Для меня проще именно что с ПВХ-шками. Обычные ПВХ-шки, есть клей холодная сварка, которая шикарно их просто стягивает вместе. Можно там и арматурину какую-нибудь внутрь зафигачить, залить цемента, и бутылку все конструкции выдержат, не прогнется, не треснет, ничего с ней не будет. Либо тоже, кстати говоря, сделать, допустим, из ПВХ-гнутого диаметра бутылки такую подставку снизу. Посмотрю, то есть это еще как бы в планах, в планах, в планах, надо еще ПВХ найти, закупить все переходники необходимые, уголки, тройнички и все остальное. То есть это надо нарисовать конструкцию, а потом уже гнуть и гнуть. Я не знаю, кстати, как здесь, строительного фена у меня нету, кипяток только от электрочайника можно получить. Надо будет думать, как согнуть ПВХ в домашних условиях. Ну, не сидеть же с зажигалкой, короче, ее кромсать. Вот, то есть, как разогреть, чтобы она спокойно гнулась. Ну, опять же, песок насыпать, ну, мелкий гравит, с этим проблем-то никаких нет, чтобы не сильно деформировалось. Ну, вместе, вот такие светильнички, шикарные, светильнички легенькие, тоненькие, прям, миниатюрненькие. Вот, даже не знаю, в какой цвет-то потом в итоге покрасить сам светильник, то есть, сами ПВХ-ки. Наверное, в какой-нибудь типа под хром или под алюминий, чтобы не выделялись светильники, наверное, можно белый, конечно, тоже, потому что старичница планируется, на которой это будет уже на рабочем столе стоять, она планируется белого цвета. Вот, посмотрим, что будет в итоге. Вам, наверное, интересно, как эти светильнички светят. Давайте включим. Это есть розетка рядом. Опа! Вот такой вот розоватый цвет у этих ламп. То есть, он в основном белый, кстати говоря, то есть, он слегка с розоватым оттенком, но здесь, не знаю, баланс белого, скорее всего, сейчас все перекосится, перегнется, вот, кажется, что он там розовый, да, но он белый в основном и слегка розоватый, а тут баланс белого уже на камере совсем по-другому нему, сейчас свистопляс устроит. яркий, очень яркий, прям на глаз попадает, режет, очень хороший, очень, то есть, вот, 90 градусов свет, то есть, почему они не в одном корпусе, сразу скажу, в компании VermiCafe, считаю, что вот разнос на 15 сантиметров даст эффект рассеивания, то есть, под разными углами на листьях растения будет падать свет, вот, и это логично, и это правильно, я считаю. И поскольку VermiGrund и VermiLight предоставлены одной и той же компанией, компания Vermi становится официальным спонсором данного проекта, данных флорариумов, и имеет право использовать данные флорариумы в дизайне своих стендов на выставках, как хорошую иллюстрацию работы, и их грунтов, и их освещение одновременно. Геннадий, еще раз большое спасибо, а заставочку я буду вставлять каждый раз, когда будет выходить видео по данному проекту флорариумов. Использовать дополнительно растения или не использовать их по собственному выбору. Прокомментирую немножко этот пункт. На самом деле в одном флорариуме я буду высаживать одинаковые растения, то есть там будут 20 штук Макодоса Сандериануса. Листья у Макодоса темные, жилки не очень яркие, соответственно это будет темный проект, и одно из требований, кстати говоря, это одно из растений должно быть аквариумом. Ну, в прошлом проекте эту роль играли анубисы, вот, в этот раз анубисы я не буду высаживать по одной простой причине, излишки влаги они с листьев сбрасывают каплями, вот, такое соседство драгоценкам не понравится. Вот, поэтому в этот раз оно будет одно растение, но будет подсажено в один флорариум, только в один, значит как раз именно что с макодосами сандриановцами это будет ставрогин портовэрю. Он стелющийся, неплохая добавочка, насколько быстро он начнет расти именно в самом флорариуме посмотрим. В теплице у меня он растет относительно медленно, но все равно драгоценки будут медленнее этого ставрогина расти, так что в принципе посмотрим. Значит в второй флорариум он будет светлый, поскольку у растений, которые там будут использовать, у драгоценок желкование более яркое, более светлое, к ним я подсажу карликовую фитонию, при хорошем освещении оно обещает быть хорошим, соответственно их листва будут белого цвета, и плюс еще подсажу большую традосканцию, у которой листья порядка 6 см в длину могут вымахать и она даже при не очень ярком свете белая и очень медленно растет, то есть для таких флорариумов я думаю что очень неплохой вариант, то есть темный будет один и один светлый, так удалять отмершие листья это шестой пункт собственно говоря на этом имею право все значит теперь какие обязанности господа хотели чтобы я раз в месяц с момента запуска вот каждое такое же число следующего месяца снимал видео отчет о состоянии флорариумов на тот момент но у меня нет возможности поскольку они будут стоять на новой квартире в квартиру я приезжаю только по выходным раз в неделю у меня есть такой возможности чтобы снять видео именно в конкретную указанную дату поэтому мы договорились что будет съемка производиться раз в четыре недели то есть неважно какое число получается каждые четыре недели один выходной будет сниматься проект и собственно говоря в ближайшие дни публиковаться в интернете каждое открытие бутылки должно фиксироваться на видео помимо вот этих видео которые будут каждые четыре недели делаться захотелось мне проведать флорариум снимаю на видео почистить флорариум снимаю на видео начеренковать какое-нибудь там растение дополнительно чтобы его побольше разрастить снимаю на видео пропалывать растение сателлитом не разрешили а вот трогать драгоценки мне не разрешили кроме обрезки обрезки цветоносов еще это немаловажный момент потому что растения раз в год будут цвести это придется где-то на период осени и начала зимы цветоносы у драгоценок они очень длинные то есть они длиннее минимум в два раза где-то вот так от высоты стебля у некоторых в восемь раз в пять раз превышая длину стебля поэтому они там просто не уместятся они упрутся в верхнее стекло и их разрешено срезать разрешено срезать разрешено срезо обрабатывать толченым углем вот то есть такие работы тоже будут проводиться и опять же это тоже надо фиксировать на видео поскольку целью спора является коллекция многоценных орхидеи то я стоял все остальные орхидеи которые в зарубежных прайс-листах относят к драгоценам то есть это там аллаксовые группы те же крепидиумы их я не буду высаживать ну по крайней мере специально может быть излишки подсажу вот есть у меня черенки это ойцек ладос это мадагаскарские африканские орхидеи которые вообще не похожи на драгоцен просто рядом не стояли по форме по цвету по всему вместе с тем поскольку у них такого пятнистые змеиные их еще называют змеиные орхидеи листва с переливающимися рисунком то их тоже иностранцы относят в прайс-листах к драгоценкам но это не драгоценки то есть их я точно не буду высаживать то есть у меня были когда-то планы на то чтобы отдельный такой флорариум использовать от ойца кладосы то есть есть у меня грацелима есть у меня спатулефера то есть два вида очень красивых но спатулефера она просто не влезет бульба у нее есть только старую срезать в горловину то что у этой бутылки очень узкое горлышко грацелима влезет но по отдельности то есть это надо начеренковать бульбаши и ждать когда от них появятся новые росты но опять же у них содержание совершенно другое планировалось нежели у драгоценок то есть вместе их саживать нельзя ни в коем случае нельзя еще были планы насчет нервилей которые я тоже обстоял нервилей не являются драгоценными орхидеями это клубневые наземные драгоценки у которых пестрые листики но они не переливающиеся они ничего просто пестрые листва опять же только в тех вариантах которые есть у меня отличаются и одноцветные нервилей в продаже но опять же зарубежные поставщики бывают относят их к драгоценкам у них тоже другое содержание у них есть ярко выраженный период покоя в ходе которого листво отмирает они тоже не попадают в эти флоралиумы была такая задумка но скажу что все поскольку бутылок у меня всего таких две новые закупать я не буду потому что мне их просто физически сейчас ставить некуда после ремонта там уже видно будет но не ходься не ходься ребята в тепличке буду оборудовать отдельную тепличку под них там да это еще хабинария корнея ну вот эту я точно бы не сажал не знаю по высоте мне кажется она туда не влезет вот у нее тоже ярко выраженный период покоя их нельзя саживать с догоценками ни в коем случае это тоже клубневая наземная орхидея вот они дизонная наземная орхидея как драгоценки тоже всяко выраженным периодом покоя причем сухим либо прохладным то есть нет нет они несовместимы вот то есть вот эти все растения я отстоял да скрипидиум возможно подсажу у него схожие условия содержания и в том самом флорариуме созданном в 2015 году они были скрипидиум был кстати очень неплохо рост у меня вот но в этих посмотрю может быть только в светлой то в светлой конечно хотелось бы побольше белого а не желтого ну посмотрим может желтый с белым и таким вот желкованным хорошо же с хорошими жилочками таким может будет сочетаться посмотрим вот ну пока не мере пока не в планах пока не в планах еще мне была идея подложить во флорариум вот такую сушеную листву у меня целая коробка накопилась это листья орхидеи старые отмершие от граммелий от папоротников от аллоказий даже цветки вон там фиолетовые не знаю видно нет встречаются тех же самых фиалок вот и запустить в один из это подложить в один из флорариумов и запустить туда крошечных тропических мокриц вот потому что в отличие от наших они во-первых очень маленькие во-вторых очень медленно растут медленно размножаются не дают большого количества потомства вот их используют в качестве кормовой культуры но такая культура другая потому что очень плохо разводятся разводятся из-за малого количества потомства вот но что-то я посмотрел подумал так много ограничений мне вписывали в требование что пожалуй я наверное воздержусь может быть даже где-то я подмешаю эти листья к грунту посмотрю в общем еще посмотрю это еще в раздумьях потому что в некоторых случаях ну просто не хватит места разложить эти листья потом для мокрицы нужно там кусочки кореи укладывать чтобы они под ним прятались в общем заморок и мне кажется там просто некуда будет это все укладывать вот поэтому от этой идеи я отказался ну и поскольку я рискую всеми своими нагоценными орхидеями то данный проект я решил назвать вабанг поскольку один будет темный другой будет светлый будет вабанг дак лобанг лайт вот собственно говоря на что мне хватило фантазии ребятушки следующее видео будут уже когда создам хотя бы либо одну бутылку либо создам подставку чтобы показать какие этапы уже пройдены сколько ожидать чего сейчас буду работать насчет грунтов то есть подмешивать уже компоненты обогащать их микроорганизмами специальные добавки вот и чтобы к моменту запуска грунт уже был готов к использованию с вами я прощаюсь будут очередные видео не пропустите подписывайтесь на канал и всем пока подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик